В практической части семинара его участники посетили два сельскохозяйственных объекта района – молочно-товарная ферма, кооператива «Любищица» и управление «Доманово». Хозяйство не передовики, однако и в отстающих не значатся. К современным технологиям, говорит председатель СПК «Любищица» Михаила Раденя, долго не могли подойти вплотную. Что-то казалось необязательным, что-то невыполнимым. Но главное – начать. И сегодня, очевидно, шагать в ногу со временем, перенимать чужой успешный опыт – дело важное. И, что самое главное, результативное. Когда мы были в прошлом году, нас повезли в Лунинский или Пинский район. Я посмотрел, это было, в принципе, начало зимы, и посмотрел на содержание телят, молодняка. А у нас этого всего не было. У нас существовал там АВМ. Мы построили место АВМ, а достроили помещение. И, приехав с Пинска, зимой начали мы строить для молодняка, для теляток, для содержания, так, как мы там видели. Когда все это мы сделали, у нас пошли по новой технологии выращивания телят. И я без всякого вот такого приукрашивания говорю честно, что телята… Я и сам не верил, что килограмм, килограмм 200 привеса будет. Поэтому мы даже уже сейчас немножко сдерживаем. Те, которые по 4 месяца, по 5 месяцев, мы сдерживаем телят. То есть меньше даем кормов, потому что килограмм 200 привеса каждый месяц. Такое недоверчивое отношение к внедрению передовых технологий – не редкость. К сожалению, далеко не всегда руководители сельхозорганизации проявляют инициативу и самостоятельность. И часто что-то делать начинают в срочном порядке только перед проверками. Вот то, что они сегодня сделали, хорошо, молодцы, сделан колоссальный труд. Но скажите, разве надо приезжать к такой компании, ждать такой компании, чтобы эту работу сделать? У нас в каждом районе есть такие объекты. И, Анатолий Васильевич, по вашему поручению, мы на семинары будем выбирать такие объекты, но обидно, что они есть. Животноводство – важная часть агропромышленного комплекса области. Поэтому данной теме уделяется повышенное внимание. Результативность здесь под особым контролем. Ежемесячно будут подводиться промежуточные итоги деятельности, исходя из которых разрабатывается дальнейший план действий как по всей области, так и по каждому отдельному хозяйству. По словам губернатора региона Анатолия Лиса, в будущем сельхозпредприятия области не будут предупреждаться о визитах, подобных прошедшему заранее. Это позволит, во-первых, увидеть реальную картину происходящего, а во-вторых, простимулирует управленцев на местах исправлять недочеты самостоятельно и сразу, не дожидаясь прямых указаний руководства области. Цель не в том, что, допустим, подготовить одно хозяйство или два в районе и вот показать, как у них хорошо. А цель для того, чтобы посмотреть реальную ситуацию, значит, подсказать людям, что сделать, как сделать, значит, и, значит, чтобы был в итоге эффект не только на одном комплексе или в одном хозяйстве, а в целом, чтобы в районе, значит, они готовились и понимали все хозяйства, чтобы готовились, понимая о том, что вот такой большой группой мы приедем и посмотрим, и они должны отчитаться о том, что, как у них положение дела. 300 тысяч голов дойного стада и 5,5-6 тысяч килограмм молока на одну корову в год – таковы ближайшие цели и задачи животноводческой отрасли Брещины. И они, по словам Анатолия Лиса, вполне достижимы. Да, составляющих успеха в этом деле немало, однако и конечный результат того стоит. От продуктивности работы зависит благосостояние и каждого сельхозпредприятия, и его работников. Это даст возможность, в принципе, хозяйствам, которые занимаются молоком, значит, иметь средства, выплатить заработную плату, закупить ГСМ, вот самое необходимое. Да, для этого, конечно, нужна еще и кормовая база, и многое другое, но для Брестской области это реально. Вот мы такие ставим очень глобальные задачи перед отраслью животноводства.